друзья всем большой привет и добро пожаловать на канал я приглашаю вас в новый влог на канале светлана франция спасибо большое что зашли и подписались сегодня мы будем справлять православное рождество еще у вас разок еще раз поздравляю всех с нашим рождеством почему наш потому что католическое мы отметили уже несколько недель назад и посмотрите какой букет подарила мне свекровь да мы со свекровью дарим друг другу подарки достаточно часто но подарки это просто так сказать определенное внимание она мне покупает что-то я покупаю одежду украшения посуду или просто помогаем материально вы часто спрашиваете какой у нас бюджет какая как мы распределяем бюджет семье мы просто напросто помогаем друг другу с оплатой с едой в общем если вам больше интересно подробнее об этом то напишите с удовольствием сделаю такое видео я только что вернулась с из магазина свекровь я очень часто беру с собой я рассказывала об этом канале винтаж из парижа канта канал растет развивается спасибо вам огромное кто подписался кто поддерживает также вы видите мою свекровь и вот сегодня с ней мы ездили она как раз выбрала себе кое-что обязательно вам покажу и покажу находки как вот такой шикарный платок винтажный гай ларошь фиджи помните такой аромат просто шикарный подсвечник ложечка для заваривания в общем шикарное украшение также все это будет на канале винтаж из парижа сегодня я также нашла великолепную книгу увидела и и свекровь это спонды дыла руси великолепия россии так сказать посмотрите как оформлено оформление это отдельное искусство будто кожа но это сми кожа искусственная кожа золотом выгробина написано и такая как бы внутренняя выпуклая фотография посмотрите таких книг я еще не видела с удовольствием приобрела потому что она на французском ее может прочитать мой муж свекровь и саша конечно же в будущем а вот здесь описывается россия история от романовых и дальше в общем все вот романов на троне в общем я думаю что он такая книга нашей семье найдет отклик и будет любима всегда интересно узнавать что-то новое ну мы вообще празднуем и католическое православное рождество я думаю что это вполне нормально в таких смешанных семьях интернациональных как у нас в этом году мне совершенно не хочется убирать новогодний декор потому что наверное когда тебе нравится особенно цветовая гамма и как получилось то есть тебе совершенно не хочется чтобы это уходило мне кажется после того как я все уберу будет очень очень пусто и неуютно поэтому наверное оставлю до 13 января до старого нового года потом уже буду убирать но французы французы они уже выкидывает елки они все убирают и конечно мы решили что останется до сегодняшнего дня до рождества до сочельника и скорее всего до старого нового года и вы знаете мой муж вчера сделал мне сюрприз он съездил в русский магазин и купил русские продукты мы сейчас будем накрывать аперитив на стол и я обязательно вам покажу что из русских продуктов он привез цены там конечно очень дорогие но все-таки он сделал такой сюрприз так как у нас в округе близь дома вблизи нет таких магазинов кто-то из вас мне написал что так не увидел елку во всю высоту мне кажется я показывала и полюбуйтесь наверное последний раз в этом году и и снимаю посмотрим что из новенького из новенького наверно никакие игрушки не были куплены только вот такая фарфоровая фигурка посмотрите какая милая здесь трава плав любовь вот и здесь стоит сейчас я включу камеру более четко и вы увидите а вот так она смотрится здесь такое покрытие матовая это фарфор написано 100 порселя вот и по моему это испания листель кто в испании девочки напишите я покупала не из-за какой-то ценности а просто-напросто мне понравилась эта фигурка такая милая скульптурка мне кажется вот подъемку как раз с моими чашками если можем я тоже не делал обзор обязательно сделаю на канале винтаж из парижа с дедом морозом это смотрится очень красиво что скажете после того как я уберу новогодний декор то я скорее всего сделаю акцент на красный бордовый туаль дешеви очень мне нравится у меня появилось несколько предметов и вчера не купила вот такую в лампу я показывал также в обзоре и и на барахолке в комиссионном магазине мы ее прикупили все-таки и даже не посмотрелась дочь есть или нет не знаю что то вот черным закрашена ну сама ножка я еще и нужно хорошенько и отмыть очень красивая мне нравится а вашу конечно можно менять по настроению но у меня именно в таком я хочу создать здесь как раз уберу плед здесь мой винтажный красный стул эти пледы как удобно накинул и все у вас уже новый декор в общем вот такая покупка думаю что будет хорошо а здесь у меня коробка я сегодня вчера получилось не успела разобрать с кофе очень мне нравится кто у меня спрашивал у нас машинка на эспрессо вертю вот так она называется и у них такие широкие капсулки широкие то есть вот такие они и я покупаю всегда лимитированную коллекцию они делают новому году вот например это был специи осенняя коллекция у них вот еще иногда остается и зимой это пирог тыквенный пирог со специями да вот так же еще вот такая это вкус мятных конфет я люблю такие вкусы здесь и карамель и куки в общем всякие такие интересные штучки а что здесь еще что-то они здесь наверно зернышки посмотрите да здесь зернышки можно посадить что-то интересно саша будет рад подарок такие видите зернышки наверно бумагу размачиваешь можно посадить зернышки вот я так думаю надо разбирать коробку потому что вы меня часто спрашиваете что у нас за машинка и так далее вот стоит машинка машинка очень очень довольна мне она нравится вкус кофе очень насыщенный такой кремообразный сегодня будем открывать нашу бутылочку праздновать накрывать на стол сейчас аперитив марго 2010 я вам скажу вам понравилось или нет франсуана подарил вот так я хочу не сегодня накрыть стол стиле вот такие галантные сцены аперитив так что попробую у меня такой посуды достаточно много и возможно получится красиво никогда еще не на как не накрывала покажу вам не показала вам платок во всей его красоте у нас уже вечереет поэтому при таком искусственном свете сегодня еще прикупила вот такую сумочку давно хотела такую форму и наконец-то нашла вот и платок на самом деле очень красивый он видно был неношенный представляете фиджи помню когда показывала духи многие писали что любят очень любят такой этот аромат такие прям краски осенне весенне хотите бордовые желтым серым сочетается очень красиво давайте уже и спальне покажу вам в этом году последний раз наш новогодний рождественский декор перед тем как буду все убирать люблю вот такие букеты так звонок дверь видно пришел приехал саша со школы пойду открою до сын вернулся сейчас мы будем накрывать на стол так нужно найти свечу подсвечник очень классным подошел к зеркалу и вот здесь тоже у нас такая елочка как-то вот так давайте вам покажу что купил муж в русском магазине посмотрите какое сокровище здесь русские конфетки он выбирал все что сам когда-то мы покупали он помню вот чернослив с орехом с грецким глазури обожаю здесь миндаль слива даже видела по моему с тыквой стали делать интересные конфеты даст дыней не стык а с дыней дыня коровка грильяши какие-то новые конфетки лещина вот аленка здесь птичье молоко в общем можно все у нас купить конечно цены намного будут дороже тем у вас наверное поставляется из германии я думаю когда я смотрю сыр и вот сыр копченый в шайбах здесь на на немецком или на каком языке не знаю не буду обманывать вас откуда фирма моя зорьков я попробовала сегодня на самом деле вкус как из детства у нас такой сыр копченый был а это ссылку сыр российский полутвердый вот такая марка пишите продают вас такое или нет что он еще прикупил старого дом копченый сервелат боже мой помню временам когда мы мечтали появится его вдоволь а сейчас наверное он везде и повсюду никто возможно его уже не покупает но мне захотелось вспомнить конечно колбасы я обожаю итальянские и французские есть очень вкусные ну вот такой кремль да марка кремль и уже мы покушали это бородинский хлеб здесь такого конечно есть похожий но нет на вкус не такой так что у нас будет бородинский хлеб он продается замороженный также он купил огурцы патиссоны кабачковую икру по моему и пельмени 2 пакета и так сегодня в мои французы будут есть соленые огурцы кабачковую икру и русские вкусности любят ли они да именно такие продукты они любят но то что не любят я рассказывала в отдельном видео так что французы едят соленые огурцы сегодня стол будет накрыт вот такой винтажной посудой мы каждый раз меняем декор так сказать тему сегодня галантные романтичные сцены посмотрите у нас здесь мазогран также различные тарелки обязательно сделаю подробный обзор того что у меня есть на винтаж из парижа ну получилось очень красиво эстетично самое главное чтобы вам и вашей семье было комфортно гармонично и весело стол у нас красно-белых тонах как был весь год на католическое рождество на новый год и вот такой шикарный букет сделала свекровь купила цветы розочки по моему в магазине лидл лидоль все по-разному называют в разных странах они там недорогие совершенно но очень хорошо стоят держится вот такой стол нарезка огурцы в общем аперитив и также мы еще сделали две пиццы для нас самое главное это общение это воспоминание это мы вспоминаем родных я рассказываю как в россии мы справляли праздники сейчас наверное справляют совсем по-другому поэтому напишите мне справляли ли вы православное рождество надеюсь я правильно говорю что она православная и что готовили было ли много народу в общем очень очень интересно немного покажу как я выгляжу не то что я многие говорят называют занимаюсь самолюбованием нет я бы себя вообще если честно видео не показывала но так как вы меня просите поэтому показываю это канал о франции о французах и чуть-чуть совсем обо мне моих нарядах у меня шелковая блузка которая была в обзоре в прошлом видео колье недавно я нашла его такое красивое колье и жемчуга современная достаточно я имею ввиду по дизайну сейчас это модно и джинсы джинсы это заром расслабленные очень такие спокойные домашние но шелковая блузка они сразу приобретает совсем другой вид вину вину марго то есть вину этому муж сказал 12 лет она достаточно крепкая и по сравнению скотт дюрон она очень-очень запашистая глубокая бархатная я люблю красное вино сегодня у нас было красное вино и также ваеное дело а перроль с рождеством роль итальянский поэтому они пили а перроль а у саши было с рождеством немножко французской речи оставлю вам пусть будет и потом я приучаю сына что есть и католическое и православное рождество и именно дед мороз не перроль приходит к нему на православное рождество потому что новый год мы встречаем с друзьями друзья и дарят подарки и так далее у нас на новый год подарки в принципе саша получает не на новый год она рождество католическое и на православное рождество так что русский дед мороз ему тоже кое-что принес краски книги и в общем много всего интересного вот такое у нас получилось у меня получилось видео надеюсь что оно вам понравилось самое главное я желаю вам всем здоровья сейчас это очень важно ситуации во всех странах сложные с новым вариантом микрон который распространяется очень очень быстро в школах просто сложнейшая ситуация и не только в школах поэтому терпение всем здоровья гармонии счастье и будем будем использовать каждую минутку для того чтобы наслаждиться чтобы побыть в семье и спасибо вам огромное за вашу поддержку за ваши комментарии и ваши лайки светлана с вами вместе в это православное рождество это вы и и и и и и и